Который можно незаметно снимать, если лежит им еще раздевать. Некая портативность видео-проект. Всеми передачи информации. Для тех клиентов, для вещей масла. И, наконец, кто этот захист? Кто из головы ребенка? Пусть вам перейдет в рейхо такой загадочный подарок. Письмо дискуражило сотрудников спецурны. Контрразведчики стали искать другие архивные документы, в которых могли оказаться ссылки на некие волшебные трубки радио-телесигналы и пришли к выводу, строки из письма Хельги не были детской фантазией. Все собранные факты давали возможность сделать предположение о существовании неких компактных и эффективных телевизионных аппаратов, несвойственных эпохи. Причем, как отмечали исследователи, им показалось, что здесь было куда больше мистики, чем здравомыслия. То есть что такое трубка? То есть трубка с глазом. То есть некое устройство технологическое, которое позволяло передавать информацию, видеоинформацию на расстоянии. Ну, аналог нашего, можно сказать, мобильника. Было это? Нет, это сложный вопрос. Судя по всему, над Третьим рейхом был поставлен определенный эксперимент. Кем-то, скажем так, ну, условно, хранителями древних знаний. Насколько Третий рейх сможет, как бы, воплотить, насколько это будет адекватно воплощены эти технологии и так далее и тому подобное. В архивах Третьего рейха сотрудникам спецслужб попался на глаза так называемый дневник посещений Гиммлера. В нем были отмечены восемь встреч рейхсфюрера СС с руководителем экспедиции на Тибет Эрнстом Шефером, а также четыре встречи с посланцами Лхасы, которые сразу были привлечены к работе в Гиммлеровском институте наследия предков, Анненербе. Еще в начале 20 века именно оттуда с Тибета немецкие националисты из тайных обществ ожидали получить помощь в форме древних знаний. Эти знания должны были осветить для Германии ее сакральный путь. Это был эксперимент, лабораторией для которого стало немецкое телевидение. Официально оно появилось на свет и сразу громко заявило о себе в 1935-м. И уже в следующем году добилось серьезных успехов, несмотря на громоздкость и несовершенство телевизионного оборудования по сравнению, скажем, с американскими разработками. Дело в том, что исследованиями в этой сфере в Третьем Рейхе руководил известный изобретатель и инженер Пауль Нипков. Его детище это так называемое механическое телевидение. Принцип работы такой. Изображение сканировалось крутящимся диском и попадало на фотоприемник. А далее уже световым лучом картинка передавалась на экран. Правда, уже тогда в Америке Владимир Зворыкин добился изображения, которое создавалось с помощью электронно-лучевой трубки. Но рывок в технологиях у немцев был еще впереди. И он теплился в мыслях и надеждах рейхсминистра пропаганды Геббельса. Но главное, к чему в период своего становления стремилось германское телевидение, скажу... До свидания! Продолжение следует...